МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите один за всех. Меня зовут Дмитрий Карпачев. Сегодня самые нашумевшие истории проекта. Мы узнаем, как сложилась жизнь тех людей, кто побывал в нашей студии. АПЛОДИСМЕНТЫ Это самые громкие и невероятные истории, которые потрясли всех. За судьбами этих людей следили сотни тысяч телезрителей. Но что изменилось в их жизни после того, как они рассказали свои истории в студии «Один за всех»? Ой, больно! А-а-а! Опусти! Опусти! Куда? Все. Хрустальный мальчик Владик Басенко, который страдает редким заболеванием ломкости костей, тронул свои истории каждого. Более 10 переломов он получил по вине матери алкоголички, которая в пьяном угаре роняла его. Ну, хоть я и выпила, я выпила, у меня дитя покормлено и помыто, и уложено спать. Владика готова была взять на воспитание неравнодушная семья Бобровых, которая присматривала за ним последние два года. Но в нашей студии родная мать мальчика Оксана Басенко дала обещание сыну и всей стране больше не пить. Да, я хочу просто бросить пить. Поможите мне, пожалуйста. Но сдержала ли она свое слово? И с кем сейчас живет мальчик? А на эти кадры до сих пор нельзя смотреть без слез. В центре Львова в частном доме работники соцслужб нашли двух мальчиков 6 и 14 лет. Их не стригли и не мыли. Они годами не доедали и не выходили на улицу. В нашей студии отец детей Маугли попытался объяснить, как получилось, что его дети стали похожи на зверенышей. Но как сложилась его судьба? Где и как сейчас живут сами дети? А главное, в каком они состоянии? Тысячи людей откликнулись и помогли семье Караман после того, как узнали об их беге. Год назад 29-летнего парня жестоко избили трое односельчан, сделав из него калеку на всю жизнь. Тогда обвинения предъявили всего одному участнику драки. Но ответил ли кто-то за это зверство? И как сейчас себя чувствует Владимир? Об этих и других переменах в жизни героев сегодня в студии один за всех. Этих и других героев поддерживали наши эксперты. Начальник службы по делам детей города Киева Николай Кулеба. Телеведущие и многодетная мама Снежана Егорова. Народный артист Украины Владимир Горянский. Народная артистка Украины, мама, бабушка Нина Матвиенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Психолог Виктория Любаревич-Торфова. И правозащитник Эдуард Багиров. АПЛОДИСМЕНТЫ Непростая судьба хрустального мальчика Владика Басенко не оставила равнодушным никого. Сегодня Татьяна Боброва, по сути, вторая мама Владика в нашей студии. Здравствуйте, Татьяна, рада вас видеть. Здравствуйте. Последний раз, когда мы с вами виделись здесь, Владик нуждался в срочной помощи и поддержке, потому что жить с родной мамой было опасно. Да, так и было. Мама пила очень сильно, заходила в запой. Она пьяная, роняла его случайно, могла уронить. Могла неаккуратно его на коляске повезти, тоже обронить. Поэтому травмы, переломы. Нужна была очень срочная помощь. Один из таких трагичных случаев произошел прямо перед съемками нашей программы. Давайте вспомним. Мама, когда везла Влада в коляске, спускала его по пантусу, получается, не удержала коляску, и Влад выпал с коляски. Ножки у него попали под коляску, и ручка ушла за колесо. Получается, поломалась правая ручка и левая ножка. Как к этому отнеслась его мать? Как она на это реагировала? Она просто стояла... Ну, стояла рядом, все, ничего больше. Ждала нас, когда мы подъедем. Прямо себя за него. Вот то, что произошло вчера. Вы 40 минут ждали, наблюдая, как вашему ребенку больно. Он сказал, я буду ждать тетю Таню. Говорю, давай подзвоним. Так ему 9 лет. Вы вчера были трезвые. А где будут самогонку в Киеве шукать? Вы тоже такие, какие-то странные, блин. Скажите, почему вы пьете? Я не пью, я, во-первых, выпиваю. Потому что мне трудно самим. Мне самим трудно воспитывать сына. Как сейчас себя чувствует Владик? Хорошо, Влад Синя. Чувствует себя хорошо. Довольный, счастливый. Как сложилась судьба его родной матери? Ну, Оксана изменилась, как и обещала. Сильно изменилась? Да. Насколько? Ну, полностью изменилась. Вот жизнь ее изменилась полностью. Даже бросила пить? Да. Даже бросила пить? Честно скажу, я сомневался, что Оксана сможет бросить пить и измениться ради сына. И это как раз тот случай, когда я рад, что ошибся. Давайте поприветствуем Оксану Басенко. Здравствуйте. Я бы вас не узнал, скажу честно. Как давно не пьете? Почти год. Действительно, год уже не пьете? Да. Скажите, а сколько вы пили до того, как бросили? 16 лет. 16 лет? АПЛОДИСМЕНТЫ А потом уже переживала, конечно, за сына, как он будет дома. Скажите, вот у вас, по сути, есть с чем сравнивать? Вот лучше как? Конечно, лучше без алкогольной зависимости. Не ходишь, не шукаешь самогонки, как те годы, что одна проблема была, что иди, шукаешь, что там, чтобы выпить. А сейчас уже совсем другую сторону. Думаю, что, как его лучше сделать. Как его лучше сделать ремонт, как его лучше поступить, как лучше сделать там, как лучше поступить там. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваш круг общения должен был полностью измениться? Да, круг общения меня изменился. Ты, что раньше я общалась, до меня не ходят, я с ними не общаюсь. Они знают, что я не пью, и мне говорить не надо, потому что они знают, что я пить не буду. Совсем не пьете? Нет. И даже на Новый год, 8 марта и прочие праздники? Нет. А что же вы теперь делаете в свободное время? А давайте послушаем, что говорят о ваших изменениях соседи, люди, которые обычно все про всех знают. Оксана Пистоликовая совсем стала другой людиной. Раньше Оксана оставляла дитину на одну матерь, на инвалиду, и поехала на неделю, на две, не появлялась додому. На данный период, на данный период, життя ее переменилося, а она сейчас постоянно с детьми. Наши вчители, так, как ходили, так, они продолжают ходить, заниматься индивидуальным навчанием протягом тижня, тому постійно спілкуються з Оксаною. Вона берет безпосереднюю участие в навчании и виховании дитини на сегодняшний день. Оксана стала, напрочую, приемной внешней женщиной, внутренней очень изменилась. У нее велика жага до життя, тому що є для чого, для кого жити. Для своего сыночка Владика, для кого она сьогодні весь свой вільний час. Було ще і до програми я хотіла брусити пить. Я просила там людей, щоб допомогти мені. А потім вже як попала я на програму, я думаю, ще тут попробувати, попросити допомоги у людей. Я не можу самостоятельно взяти себе в руки. Что ви делали для того, щоб попробувати взяти себе в руки? Кодировалася раз. А сколько времени ви не пили? Два дня. Да, я хочу просто бросить пить. Поможіть мені, будь ласка. Я Оксане предлагаю после программы обратитися в нашу клинику, і ми будемо помогати. Насколько у нее буде мотивация на це. Оксана, ви согласны? Да. Сегодня у нас в студії врач-нарколог Александр Шипунов. Зменяки, які в Оксані з'явилися, це, конечно, какое-то чудо. Я дуже хотів, і весь персонал, який займався, дуже хотів, щоб Оксана, я действительно добивась каких-то успіхів. Але говорити о том, що я ставив дуже больші шанси, що вона буде знаходиться в ремісії длітельно, хоча б год. Я вам скажу, що 50 на 50. Але у неї була великолепна мотивация, у неї був великолепний сін, ради которого действительно стоило меніться. Я дуже добре помню цю программу, тому що тоді я достатньо жістко сказала вам, що я не верю, що ви готові ради ребінка зміниться. Я хочу меніться. Я не можу самостоятельно взяти себе в руки. Зараз, коли ви війшли в студію, я просто шокувана вашими зміннями, правда, тому що ви действительно молода, красива дівчина, у вас прекрасні ноги, у вас замечательна фігура, у вас красиві гляда, у вас улыбка, у вас внутри загорелась лампочка. І, ви знаєте, я на вас смотрю, у мене прям мурашки по всьому телу, тому що я ніколи не видела таких колосальних превращень. Я вірю в вас. Спасибо вам. А вот я хотів якраз спросити о Тані зараз. Вот ви як-то, Оксана, не говорите нічого, а її якась роль була? Яку роль? Я просто бояла, щоб вони не забрали моєго дітюнка. С опаскою, да? Немножечко с опаскою. Вам спасибо, конечно, але дитина мой. Да. Це безусловно. Це нормальна, хороша реакція мамы. Ви постоянно Оксану держали в тонусі. Да, постоянно. Спасибо, Татьяна Николаївна. Пожалуйста. Узапомнись. І, Оксана, я тебя навсегда поддержу, ти вже знаєш. А вот я хотів спросити, як вот после той программы, як ваше взаємоотношення було? Тобто ви продовжали помогати? Так, все так же. Конечно, ми общаємся, ми забираємо Влада к себе, ввозимо його на концерты, в больницю ми вместе їздимо с Оксаной. Раньше я сама їздила вместе с Владом, а теперь Оксана. Он всегда... Я носила його на руках, теперь мама берет на руки. Тому що він тепер їй вже доверяє. Та, він не доверял, щоб она не сла його. Скільки операций ще предстоит пережити вашому сону? Две. Кости нужно буде фиксувати при помощі фиксаторов, які будуть проведені внутри кості. Эти фиксаторы обладають способністю расти вместе с костями растущего организма і заказуються індивидуально. Іменно на цьому етапі сейчас знаходиться відео проблеми. Ми надеємся, будемо робити все для того, щоб через полгода можна було видіти Владика стоя, а, може бути, і дивитися, як він ходить. АПЛОДИСМЕНТЫ Щас мені б хотілося пригласити хрустального мальчика с стальной волей. Встречайте, Влад Басенко! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, Влад! Здравствуйте! Рад тебе знову видіти. Как твоі дела? Нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты рад, що мама змінилась? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Как тебе тепер живеться? Нормально. Бо вона не п'є. Вообще. Даже чуть-чуть. АПЛОДИСМЕНТЫ А вранці ти встаєш, хто тобі подає сніданок, як ти вранці прокидаєшся? Скільки ти годин встаєш? О, восемь. А що ти любиш їсти? Оливье, окрошку. Ух, ти такий принц. А ти просиш, щоб мама з тобою поручила, з тобою разом, щоб разом була сім'я? Да. О, так це треба привітати. Ось де сім'я починається. А ти співаєш? Иногда. Да? Серьезно? А як тобі музика подобається? Народно, там, чи сучасна естрада наша? Хто себе в тебе любимий співак? Да. Стас Михайлов. У-у-у! Ну, маме, наверное, тоже нравится Стас Михайлов, да? Так ти любимец жіншин будеш, да? Як виросте. А скажи, з кем лучшее відношення? С мамою или з тетєю Танєю? І з мамою, і з тетєю Танєю. І з мамою, і з тетєю Танєю. Мама тебе теперь одного надолго не оставляє? Ні. Тепер все делаете вместе? Да. Так, сина, щас будемо брати платье. Че це? А може це? Лучше. Класне. Берем платье, купим босоножки. Хорош. І поїдем. Просива маму? Скажи, в каком ты классе уже? В третьем, в четвертом. Перешел в четвертый класс? Да. Ты вообще хорошо учишься? Да. Иногда 12, иногда 11. По порядку. Владик, в прошлый раз, когда ты был в этой студии, ты сказал, что у тебя есть мечта. Давайте посмотрим. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Боли до рука? А скажи, а о чем ты мечтаешь? Стать оператором. Стать оператором? Я думаю, что эта мечта у тебя появилась после того, как ты побывал у нас в студии, да? Скажи, все еще мечтаешь быть оператором? Да. Ну вот для того, чтобы твоя мечта стала реальностью, у меня для тебя есть небольшой сюрприз. Это камера, в которой ты сможешь что-то снимать. Спасибо. Я думаю, что сегодня это просто триумф материнского инстинкта, потому что мы же все хорошо помним, как все начиналось. Таня проходила мимо, просто мимо по больнице и услышала детский плач. И это настолько задело ее сердце, тронуло ее струну материнского инстинкта, что она не остановилась. И какие замечательные последствия всего этого мы видим сегодня. История двух львовских мальчиков, которых собственные родители довели до животного состояния, шокировала всю Украину. Давайте вспомним эти ужасающие кадры. Это 14-летний Любомир и 6-летний Юра. Их держали в заперти много лет, не мыли и не стригли. Дети разучились самостоятельно ходить и есть. В таких условиях они прожили всю свою жизнь. В нашей студии отец детей, которых окрестили львовскими Маугли, Любомир Кучумов, рассказал, что сыновья родились больными. А его жена не вынесла этого горя и впала в депрессию. На момент выхода программы мама детей Маугли проходила психиатрическую экспертизу. Сами они находились в больнице, а их отцу Любомиру грозил тюремный срок за то, что довел детей до такого состояния. Но где сейчас находятся дети и в каком они состоянии? В нашу студию приехал человек, который все это время общается с Юрой Любомиром. Это психолог Львовской детской городской больницы Елена Любич. Здравствуйте, Елена. Спасибо, что приехали. Прошу, присаживайтесь. Здравствуйте. Расскажите, где сейчас дети? Как они себя чувствуют? Деты зараза находятся в интернате. Для детей, которые имеют психические и физические вады. А нечедавно они лековались, проходили курс леков и реабилитации в нашей лекарне. Как они себя чувствуют? Что с ними происходит? Ну, если посмотреть сейчас этот фильм, небо и земля. И в физическом, и в психологическом состоянии они находятся абсолютно иначе в форме. Скажите, какими к вам попали дети? В каком они были состоянии? По-перше, мы, напевно, все получили просто стресс. Потому что не каждый день увидишь детей в таком состоянии. Можно было сравнивать, что вот была какая-то норка, где были. Или ведьмежатка, или еще какие-то тваринки, на которых просто позовнішно, да, они были похожи на людей. А так, решта, все, все людское их просто лякало. Когда они до нас поступили, они лежали в таком солнечном палате. Это было лето, солнечная палата. И дети просто ховали от того светла. Они закрывались, они забирались под одеялко свою. Но это было шок. Я очень хорошо помню эту программу, мы на ней были. Старший мальчик, он еще ходил, ну, вернее, не ходил, по крайней мере, он сидел, да, в три года, он сидел на велосипедике. Я помню, и он был более-менее нормальным. Но после того, как родители вошли в вот это состояние, ребенок перестал ходить, у него атрофировались мышцы. И вот этот как раз старший ребенок утратил даже те навыки, которые у него были изначально. То есть здесь, на самом деле, конечно, я считаю, что колоссальная именно проблема была в родителях и в их состоянии. Я вот когда увидел, в каких условиях жила ваша семья, ну вот мне мотрошно стало. А вы же в этом жили каждый день. Дело в том, что я целыми днями выснаженный был, постоянно на работе. После работы я должен был все-таки приносить в семью продукты. Я еще должен был и приготовить кушать. У меня трое людей фактически было на моей шее. Я еще и по ночам не приходилось ремонтировать замки. Я очень, ну, не высыпался. Я под утро фактически постоянно ложился спать. Что с ними? Что с мамой, с отцом? Мама проходит курс ликования в психиатричной лекарне, а тато находится в местах позбавления воли. То есть его посадили? Так. На какой срок? На два роки. С одной стороны, он совершил уголовное преступление, но с другой стороны, а кому хорошо от того, что он там сидит? Вот когда ребенка поднял на руку ваш коллега, да, вот ребенке были такие худющие ноги, это дистрофия, насколько я понимаю. Гипотрофичная, гипотрофичная. Так это с чем это связано? Недоеданием? Или же это результат заболевания? Народились хворі діти. Хворі діти. И с органічным органом, и генетичным захворюванням. И плюс неналежный догляд. То есть их не кормили, проще говоря. Погиршили, погиршили. Их не кормили. Их не кормили. Их не выводили на свеже жадку. Их не занимались с ними. Им не делали зарядку. Вообще ничего, ничего. Достаточно. Все таким детям там и массажи, и специальное лечение. Естественно. Это особенные дети, которые требуют дополнительных усилий. То есть мы можем говорить о том, что были факты, многочисленные факты. Жестокое обращение с детьми. Правильно? Отец совершил уголовное преступление в отношении своих детей. Точка. Суд вынес решение справедливо. И наказан он за то, что не выполнял свой долг родителя. Хорошо. А я считаю, несправедливо. Если бы родителей просто переехала машина, сердобольные люди бы нашлись. И возили бы на каталке, чтобы детей навещали в больнице или в детском доме. Но так сложилось, что эти люди заболели. Сказать, что больные люди виноваты, это все равно, что обвинить человека без ног, что он не может танцевать. Где были все остальные, чтобы увидеть, что они нездоровы? Те, кто должны были отреагировать, не отреагировали. Но, тем не менее, множество львовян отозвались на эту проблему. И сегодня у нас в студии есть волонтеры, которые собрали определенную финансовую помощь и помогли этой семье. Ира, Юля, как вы узнали об этой проблеме и почему решили откликнуться и помочь? Мы с моей подругой Юлией решили сделать такой благодейный проект, как «Фабрика квитов». Я привезла квитку, которая осталась с акцией. Таких квиток было в районе 700. Выготовили волонтеры, также дети в детских клубах города Львова. Примерно все квитки были реализованы. Мы собрали около 7 тысяч гривен на курс реабилитации. Чему решили помочь именно этим детям? Почему не кому-то еще? Ведь много людей нуждаются в помощи. Это дети с особливыми потребами, хочу сказать, неповносправные. Колись, несколько лет назад, два года я была тоже членом спільноты, которая, в основном, объединяла таких людей. И всегда думала, как я могу им помочь. Скажите, в каком состоянии сейчас находятся дети? Кто из них лучше поддается лечению? Кто хуже? Безумовно, что Юрчик намного лучше. Потому что он меньше. Он может сделать папа. Он может показать носик. Да, может кто-то сказать, ну и что такое, это 7 лет ему. Для него это большой плюс, это прорыв. Он складывает пирамидку. Он делает какую-то элементарную манипуляцию с кубиками. Он может взять каменчики, раскладывать, раздивляться. И он начал ездить сам ложкой. Как себя чувствует старший ребенок Любомир? У Любомира глубокая розмова недостатность. Появились в него не гепримитивные, а лишь эмоции появились. Он лучше начал реагировать. Он может взять за руку. Он начинает посмехаться. Когда Любчик у нас появился, он не мог ести. Он просто из мисочки наклонялся и ехал. То сейчас мы научили, что он ест из ложки. На данный момент у них есть шансы вернуться к нормальной жизни? У Юрчика, у меньшего хлопчика, у меньшего братика, все-таки больше. И Любчика любят все. Но все-таки настолько видно, что результат работы по меньшему хлопчику, поэтому, напевно, радость больше за Юрчика и переживание больше за Юрчика, потому что его что можно хотя бы на трошечки поднять. И он пошел первый раз у нас в лекарни. И, вы знаете, мы так всем отделением тишились, как бы пошла власная дитина. Юрчик наш пошел, потому что, когда его привезли, он только сидел. Он сидел, когда не спал, и сидячи спал. Сегодня мы впервые можем увидеть, как они изменились за это время. Внимание на экран. Внимание на экран. Благодарность вам, что вы сделали чудо. Вы детей возвращаете из жизни. И мои аплодисменты вам. Спасибо огромное. Дай Бог вам сил. Сил вам. И спасибо за этот подвиг. Этот подвиг справедливо. Смелости нашей следующей героине можно только позавидовать. Она не побоялась и рассказала всю правду о семье, в которой воспитывалась и которую считали образцом для подражания. На этом видео воспитанники детского дома семейного типа Демьяненко, который все в округе считали образцово-показательным. Мне очень хорошо здесь живется. Я рада очень. Мне очень сильно нравится, когда мы сидим на кухне с папой, с мамой, все вместе. Например, там, садки-стол устраиваем, общаемся, там, веселимся. Но все изменилось после того, как одна из воспитанниц решила рассказать чистую правду. 18-летняя Лиза обвинила родителей в жестоком обращении, а отца в попытке изнасилования. Он снимал юб и трусы. Я отталкивалась, уходила от него. Я врыла, да, типа, у меня уже больно. Но он все равно делал. В нашей студии сводные братья и сестры Лизы встали на защиту приемных родителей. Но результаты проверки на полиграфе показали, что она говорит правду. За последние 4 года ваш отец трогал руками ваши половые органы? Да. Лиза утверждала, что со стороны отца были сексуальные домогательства. Это правда. Как сейчас живет Лиза и что стало с детским домом семейного типа, в котором она росла, давайте узнаем о ее воспитателе ПТУ Светланы Скибы. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. Что думаете об этой истории, в которую Лиза попала? Вы знаете, как нормальный здравомыслящий человек, вообще мне поначалу было очень трудно это воспринять, понимаете? Мне было тяжело. Я смотрела на эту девочку, ну вот даже такой маленький пример, да? Я подхожу к ней, ну вот просто чисто по-матерински, да? Просто хочется ее погладить по голове за что-то похвалить. Вот она что-то сделала хорошее, да? А у нее вот такая реакция была, знаете, вот я вам сейчас попробую ее показать. Как будто я хочу ее ударить. Я говорю, Лиз, что с тобой? Она говорит, нас часто били по голове. Поэтому говорит мне... Сейчас уже, конечно, нет. Сейчас я ее могу спокойно погладить, могу ее в щечку поцеловать. То есть сейчас все нормально. Что случилось с детским домом, которым Лиза воспитывалась? Ну, насколько мне известно, что на январской сессии заседания Респолкома этот дом расформирован. Конечно, я сомневаюсь, что Клара Петровна все это так легко оставит. Конечно, будет еще, наверное, куча судов. Но я, честно говоря, и душой, и сердцем просто надеюсь на то, что ей больше не доверят детей. Ну, нельзя так. Они просто душевные... Вот честно вам хочу сказать, это душевные коллеги. То, что детский дом расформирован, это что значит? Это значит то, что сегодня, я, насколько понимаю, у них есть двое детей на воспитание. Детский дом семейного типа — это от пяти до десяти детей. И они... В свое время у них было много детей. Сейчас им уже никто не направляет. Поэтому распоряжением Горисполкома этот дом, детский дом семейного типа, был расформирован. Но я так понимаю, что Клара Петровна из последних цепляется. Учитывая, что она и на программе тогда говорила, что я и Лукашенко писала, и Меркель писала. Вы слышали, что сказала прокуратура? Да ничего, я ее не признаю, эту прокуратуру. У меня тоже работает в генпрокуратуре, невестка родная. Так что теперь? Невестка в генпрокуратуре работает? Да, и ее отец зампшенки, и мама. Очень удобно. Клара Петровна, может, уже как бы подошел период, да, 20 лет, когда вот нужно сложить полномочия воспитателя. Вы не думали об этом? Нет. Я до самой смерти буду воспитывать детей. До смерти? Да. А закон запрещает до смерти воспитывать? Назад им статус детского дома семейного типа никто не вернет. Конечно же, я так понимаю, они обратились в суд, да, и суд будет принимать решение, но однозначно уже органы местного самоуправления не пойдут им навстречу. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, как сейчас обстоят дела у Лизы? Вы знаете, очень хорошо. Очень хорошо. Она закончила, значит, свое обучение по профессии маляр-штукатур, куда ее, кстати, привела Клара Петровна. Скажу честно, девочка не очень хотела учиться на эту профессию, потому что у нашей Лизоньки есть одна очень заветная мечта. Она у нас очень сильно любит готовить. И поэтому после февраля месяца она осталась у нас в центре. Она у нас сейчас работает в общежитии Костыляншей. Да. Но на сегодняшний момент она взяла отпуск за свой счет и поехала в Кирилловку. Есть у нас такой курортик, где она в кафе семейного типа работает помощником повара. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть она медленно, но уверенно идет к своей мечте. Да, и мы надеемся, что она достигнет. У нее есть одна мечта, конечно, но я надеюсь, она сама расскажет вам о своей мечте. И я верю всеми, как всей силой своей души, что ее мечта обязательно осуществится. Самая смелая участница, которой не побоялась пойти против всех. Не жалеет ли она сама о том, что рассказала свою историю на всю страну? Давайте узнаем у нее. Лиза Демьяненко. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Лиза. Спасибо, что пришла. Очень рада тебя видеть. Присаживайся. Всем здравствуйте. Я очень рада, что пришла еще раз на эту студию. Ты красавица. Красавица. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи, Лиза, а что изменилось для тебя после того, как ты пришла к нам в студию в прошлый раз? У меня изменилось все. Я сейчас работаю. Я собираю вещи, отдаю, стирать. И я контролирую эту женщину, чтобы она давала всем постельный. Ну, я иду всем раздать постель, короче. Скажи, ты не жалеешь о том, что пришла в нашу студию первый раз? Нет, я не жалею. Ведь все же тебе было достаточно сложно. Не, мне было сложно, конечно, это все расскажут. Но я все равно благодарна за то, что меня все выслушали. Я скажу, как оно есть. В субботу мне добыло те училища. Утром я встала, умылась. Бралась я в порядок. Зовет меня папа есть. Я прохожу на кухню. Папа говорит, убирай. Это на столе. Я начала брать тряпку и убирать на столе. Папа закрывает двери. Я бросаю тряпку. И все. Начинается. То начинается, Лиза. Мне папа начал снимать юбку. То есть ты просто стояла, смотрела на папу, и он с тебя это снимал? Да. Секунду. Он с тебя все снял? Штаны снизил, сделал. И ты спокойненько стояла? Да. До этого отец тебя не бил. Насилия никакого не было. И ты не сопротивлялась даже. Отвлекалась. Лиза, ответь, пожалуйста. Папа снимал штаны и мои трусы. Начал делать руками. Руками ссовывал аж туда. Начал потом целовать. Потом он взял мою руку, чтобы я ему массажировала. Скажи, был момент, когда тебе хотелось встать и уйти из этой студии? Да нет. На меня не обижаешься? Нет? То, что я такой допрос тебе учинил. Нет ли? Ну, я на самом деле, это важно, важно было всем узнать, что на самом деле происходило, потому что твой отец, и ты видела, что мама твоя, они уходили от ответов, и отец не захотел проходить проверку на детекторе лжи. А под тебе мы видели, что ты говоришь правду, нам важно было это узнать. Какой момент в этой студии для тебя был самым тяжелым? То, что я рассказывала о своей проблеме. А то, что твои сестры не поддержали тебя, как ты к этому отнеслась? Ну, не поддержали, не поддержали. То, что я для них это делала, это было все зря. Ну, я это жалею, то, что я всех поддерживала в этой семье, и помогала всем. Ты жалеешь? Конечно. Почему? Ну, когда какие-то в школе были у нас проблемы, ну, я всегда говорила, что это я все делала. Ты всех прикрывала с собой? Да. Ты с кем-то общаешься из детей, с которыми воспитывалась? Нет, я один раз, ну, мама была на день рождения, у меня хватило этой совести, прийти к ней на день рождения, ну, поздравить тебя с днем рождения. Ты же считала, что они твои сестры, правильно? Они твоя семья, не просто какие-то дети. Ты все-таки с ними чувствовала себя родственником? Да, конечно. И сейчас скучаешь за ними? Нет. Вообще не скучаешь? Нет. Лиза, я так понимаю, что ты обиделась на сестер, ну, не на всех, да, потому что ты сюда пришла, в принципе, ты сделала больше для них, рассказав о том, что случилось, ты пыталась их оградить, а они выступили против тебя. А причем они-то выступили достаточно агрессивно, давайте вспомним, как это было. Лиза, ну, мы же все были брошены, правильно? Я пришла маленькой в дом, меня папа носил на руках, я болела, со мной все, у меня анемия, малокровие, я в любой момент могу упасть в обрак от переживаний. Папа сам ездил со мной в Киев и лечил меня с мамой. И сейчас, Лиза, ты хочешь забрать у меня последнего отца? Я ничего не говорю тебе, что я хотела забрать. У меня был родной отец, и он меня бросил. Я недавно его нашла в свой же день рождения, нашла своего отца, и он сказал, ты мне не нужна. И у меня вопрос, почему же меня выкинули? У меня есть только этот отец. Только этот. И я не хочу, чтобы его забирали. Это мой отец. Дим, я хочу сказать здесь вот одну вещь. Вот насколько тебе было сложно, потому что пройти через то, что ты прошла, и то давление, которое было со стороны даже сестер, да? Я просто благодарен тебе, потому что нужно говорить правду, как бы тяжело это ни было. Скажи, а ты после программы с отцом виделась? Честно? Да. Да. Я прошла на маму на день рождения, я хотела оставить себя поздравить. Так, и что это было за встреча? Я сказала, здрасте, все. И все? Стояла в коридорчику, потом... Ну и стояла, жила, когда меня кто-то позовут на кухню, как бы... Ну я же не скажу, ой, я пошла на кухню, нет. Ну папа приходит, иди типа на кухню, садись. Ну стульчика не было, да, он прошел, подал мне стул, ну я села, сказала спасибо. То есть будто бы ничего и не было. Ну да, можно сказать так. Скажи, пожалуйста, как у тебя сейчас на душе? Спокойно. Спокойно. Когда ты засыпаешь, просыпаешься, у тебя нет больше вот той тревожной паники? Уже нету. Сейчас на нее будут смотреть девочки, которые, возможно, терпят подобную ситуацию дома или еще где-то. Говорите об этом и не бойтесь. Это ни в коем случае, никогда не ваша вина. Это вина только того человека, который делает с вами, будь это родной отец, отчим или еще какой-нибудь дядька. И никакой черт не попутал, один раз не оступился. Сделал один раз, сделает еще раз. И не с ней одной. Поэтому говорить надо. И ты огромная умница. Это такая сила воли, это стержень, который тебе достался явно. В твоей генетике неси это, как свой флагшток. Я думаю, две вещи, которых боятся. Первое, что не поверят. Вторая вещь о последствиях, да, что это позор, как, что обо мне подумают. Тебе поверили. Тебе услышали и поверили. Второе. Скажи, кто-то после программы, вот что ты чувствовала от людей, которые окружают? Кто-то попрекал тебя этим или отношение, возможно, плохое какое-то было. Нет, все помогали. И вот это важно. Вот то, что ты говоришь, Вика, это важно. Не бояться, потому что никакого позора нет. Наоборот, ты показываешь свою силу. Скажи, Лиза, вот тебе не повезло с твоей родной семьей, потому что родители тебя отдали в интернат. В семье Демьяненко как-то тоже было тяжело, поскольку все сложилось именно так. А вот какую семью хочешь для себя ты? Вот о чем мечтаешь? О какой семье? Я мечтаю сейчас выучиться, найти себе работу, деньги собирать для свадьбы. А потом уже можно мальчика искать. Подожди, Лизочка, не, секундочку. Внимание. Какие деньги для свадьбы? Невесты не оплачивают свою свадьбу. Жених должен быть, который деньги принесет на свадьбу. Деточка, вот уже сразу, изначально приучайся к мысли, что ты не должна все тянуть на себе исключительно. До программы ты рассказала нам о том, какой видишь свою идеальную семью. Я мечтаю выйти замуж. Моих детей будет звать Алина и Марина. Они мне будут самые классные, самые красивые. Они будут у меня самые замечательные. Самое главное, это семья. Ты человек очень сильный, и я верю, что у тебя появится в твоей жизни человек, который будет таким же сильным и мощным, как ты. Скажи, а о чем мечтаешь? Есть ли у тебя какая-то мечта? Да. Выучиться на повара. Собрать деньги на свадьбу. Выучиться на повара. Любишь готовить? Конечно. Я знаю, что ты сегодня кое-что приготовил. Ну, я приготовила блюдо самое любимое. То, что я люблю, это готовить. Но это я приготовила вам. Мне? Да. А что это? Это омлет сделан. Омлет? Да. Ну, честно, я польщен, но мне кажется, вот оценку твоему кулинарному мастерству должен дать человек, который в этом более компетентен. Не знаю. Поэтому я приглашаю сюда настоящего профессионала кулинарного искусства. Это судья кулинарного шоу «Мастер-шеф» Эктор Химянос-Браво. Встречайте. Здравствуйте. Лиса. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Приятно. Что это? А? Вау. Лиза, я слушал и я видел тебя в некоторых других эпизодах программы. Расскажи мне, что это такое. Это омлет. Там вложено все мои руки. Расскажи мне, что это такое. Ну, не важно. Неважно, если это просто жареные яйца, если это сделано с душой и с хорошим настроением, собственными руками, это может быть шедевр. Лиза, я полагаю, ты очень растерялась, да? Еще бы. Не ожидала, Лиза? Еще бы. Не ожидала? Ты теряешься невероятно интеллигентно и красиво, так? Я хочу потом сфоткаться и взять фотографа. Фотку ты сделаешь, пользуйся моментом, скажи, пригласи меня на кухню, проект возьми меня, если ты хочешь быть поваром. Я хочу взять поваром и попасть к вам на проект. Мастер-шефом. Лиза, я буду искренним с тобой. Карьера повара – это очень сложная карьера. Это работа, которая требует многих жертв, которая требует большой отдачи и в то же самое время большой внутренней силы. У тебя она есть? У меня. Но я хочу попробовать. КОНЕЦ Лиза. Что-то не хватает? Лиза, я буду очень искренним с тобой. Если бы я в воскресенье, в выходной день, на завтрак, мне бы подали это блюдо, я, на самом деле, почувствовал себя, что я самым счастливым жителем планеты в это воскресенье. АПЛОДИСМЕНТЫ Человек потерялся вообще полностью. Когда такая звезда приходит рядом с тобой, светит, теряется дар речи. Я скажу тебе, что в проекте «Мастер-шеф» нет места для тебя. Но я хозяин лучшей кулинарной академии в Восточной Европе. Если твоя мечта по-настоящему настолько большая, я хочу предложить тебе кое-что. Место в моей академии для того, чтобы проучиться полное время и получить диплом международной аккредитации без всякой оплаты. Бесплатно. Согласна? Я согласна. Да? Мы сейчас наблюдали такую потрясающую картину. Эктор, помимо того, что он лучший из лучших, он еще потрясающе красивый мужчина. И, конечно же, то, как он говорит, это заставляет заслушаться даже таких опытных женщин, как я. Но как красиво и благородно ты сказала «Я согласна». Вот поверь мне, сейчас твоя профессиональная мечта начинает сбываться. И я хочу, чтобы точно так же начинала сбываться твоя человеческая, девичья мечта. И чтобы ты в своей жизни встретила такого же достойного мужчину, который так же красиво будет приглашать тебя замуж. И ты так же скромно скажешь «Я согласна». И так же хорошо будет говорить о блюдах, которые ты будешь для него готовить. Я очень благодаря этой программе, что моя мечта сбылась, что пришел Эктор на эту программу. Я мечтала видеть. Если хочешь, можешь прикоснуться. СМЕХ И я хочу сфоткаться, конечно. И взять фотограф. Да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот случай стал одним из самых обсуждаемых и противоречивых за всю историю проекта. Внимание на экран. В таких условиях полгода жил 27-летний Коля Кирик. Самодельная камера находилась в заброшенном доме на краю села. Все это время парень не мылся, еду получал дважды в день через решетку, а в туалет ходил под себя. Трудно поверить, но такую жизнь Коле устроила его родная мать, педагог с двадцатилетним стажем. В нашей студии Елена объяснила свой поступок тем, что боялась отдавать психически больного агрессивного сына в больницу, где с ним плохо обращались. Но маме, которая упрятала родного сына за решетку, предъявили обвинение в незаконном лишении свободы. Так где сейчас Коля? А главное, насвободили ли сама Елена? Все это время мы внимательно следили за развитием этой истории. И я очень рад, что сегодня к нам в студию смогла приехать главная героиня Елена Кирик. Встречайте! Елена Ивановна, против вас было возбуждено уголовное дело, и вам грозило тюремное заключение за то, что вы насильно удерживали сына в клетке. Чем все закончилось? Эта история, слава Богу, закончилась благополучно. Судебное дело закончилось, можно сказать, положительно. В год условно. Ну, уже полгода я отмечаюсь. Замечаний не было. Скажите, почему вы решились приехать к нам на программу и рассказать о своей истории? Ну, дело в том, что я, конечно, не хотела, а вообще боялась, что его заберут в интернат, в дом. Я этого не хотела. Кто будет любить инвалида больше матери? Я считаю, пока я жива, еще какая-то сила есть, энергия. Я помню ваш монолог, он был чем-то незабываемым. У меня сын Коля. Я его очень-очень люблю, потому что это детина. Хотя он 27 лет, но можно сказать, что ему 2 года. Я все життя за него. И клювалась, как могла. Помощи никакой не было. Ни звідки. Я хочу, чтобы он с землей жив. Потому что у меня с землей только ниточка связывает. Он понимает. Я только понимаю, что он говорит. И он понимает. А то, что так получилось, то мы все. Хаты. Какие там хаты в меня? Бачили? Какие там хаты? Там. Дивиться не нашел. Они уже столетние. Ци хаты. Я хочу, чтобы я дома был. Когда я прочитал в интернете информацию, что в Кролевецком районе мать своего сына закрыла в клетку, я был возмущен. Когда я услышал ваш рассказ, когда вы говорили от всего сердца и плакали, я понял, что у вас говорит больше мать, которая любит своего сына и боится отдать врачам. Да. Мы поехали потом после программы. Встречались с главным врачом, помните. Когда односторонне получаешь информацию, одна оценка, мама не права, ребенка своего поместила в клетку. А когда туда приезжаешь, видишь, как люди живут, отношения, ее чувства матери к своему сыну, совсем иначе воспринимаешь. На самом деле, в глубине души мать любит своего ребенка. Очень сына любит. Сейчас ваш сын, я понимаю, находится дома. Да. Как он себя чувствует? Ну, можно сказать, положительно. Ну, врачи Колю подлечили. Два месяца он был в больнице, в психбольнице Глуховской. Учения, конечно, были. Потому что уход был неплохой. Ну, благодаря вашей программе тоже. Я думаю, что это повлияло. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом я через шесть месяцев снова сдала на лечение Николая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вложение Хороший стал мне очень спокойнее. Стал лучше спать. Стал лучше добродушным. И лучше относиться к сосредоточным. Есть разница в состоянии хорошее состояние, после тех предыдущих условий, в которых он перебул. И сейчас. Почему все-таки решились положить сына в больницу? Ведь вы так сопротивлялись, вы боялись, что ему там будет хуже. В интернате я его отдавала 4 роки назад, а когда я его забрала через неделю, там он кашлял месяц, скажу, конечка, что такое? Меня там обливали водою холодной из травм сбоя, и я его лековала месяц, а по два травами всякими, чтобы не стал уже кашлять, чахотку там можно получить. Надо было на что-то решаться. Потому что слава обычно про такие заведения может даже ходить несправедливо. Я знаю, что совсем недавно Коля вернулся из больницы. Давайте посмотрим, как вы его забирали и в каком состоянии он сейчас находится. Все хорошо, нормально? Да. Поедем додому, уже будем ходить купаться на речку. Все будет хорошо. Пошли, пошли додому. Пошли. Ты с Кучей задумаю? С Кучей. За Гришою. А за мамкой? За мамкой? Кучей. Пойдем на речечку купаться. Пойдем? Пойдем. Сашиш, узнал, как она? Узнал, как она. Сейчас я тут и дам чайку. Я хотел спросить про судьбу той клетки. Где она? У той здания, где он тогда был временно, пока мы делали ремонт. Он просто стоит, клетки нет, естественно. А домик той стоит. Там никто не живет. Там сад и город у меня. Но сейчас, насколько мне известно, вы сделали ремонт. У нас какие-то мы могли сделать ремонт по моим средствам. Мы хотели лучше, конечно, ремонт сделать. Но клетки уже нет. Ну, этого нет, конечно. Но прежде всего очень радует, что вы поменяли свое мнение, что необходимо искать помощь. Необходимо доверять. И каждого врача можно перепроверить. Над каждым есть кто-то, кто может повлиять. Поэтому не верите одному, идите к другому, просите о помощи, чтобы переспросили, перепроверили, подсказали, сказали свое второе мнение. Собирайте несколько мнений врачей для того, чтобы вывести среднее целое и понять, что лучше для вашего ребенка. Ну, я думаю, бояться на лечение не надо сдавать, потому что это все равно надо. Иногда материнская любовь, вот как в вашем примере, вдруг превращается в материнский мазохизм. Ну, я думаю, что это хороший урок для вас. И что эта история не закончилась драматически, а все-таки в ней есть счастливый, я могу сказать, конец. Да, спасибо вам. История нашего следующего героя буквально взорвала интернет-форум проекта «Один за всех» и вызвала небывалый резонанс. Внимание на экран. Год назад трое односельчан жестоко избили 29-летнего Владимира Карамана, сделав из него калеку на всю жизнь. Но на этом трагедия в семье не закончилась. Спустя две недели такого жуткого горя не вынесла 27-летняя жена Владимира Татьяна. У молодой женщины случился инсульт. И она тоже стала инвалидом. И вообще, я когда очнулась, у меня руки не шевелятся, ну и не шевелятся, я не знала. После программы тысячи людей откликнулись и решили помочь этой семье. Как сейчас себя чувствуют Владимир и его жена? А главное, ответил ли хоть кто-нибудь за это преступление? Еще несколько месяцев назад жена Владимира Татьяна не могла сделать и шага без посторонней помощи. Сегодня она приехала к нам в студию. Татьяна Караман, встречайте. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Присаживайтесь, спасибо, что пришли. Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя хорошо. Я чувствую, что мне лучше. Я чувствовать руку начала. Уже она болеть у меня начала. Если я раньше нателепалась, как вот неизвестный предмет, то я чувствую, я занимаюсь. Я каждый день делаю зарядку. Это, ну, это... Другая жизнь началась. Ранее в силу пережитого инсульта вы даже не могли ходить. И за вами ухаживала ваша старенькая бабушка. Да, в первый день я даже сидеть не могла. И, ну, как, сажусь и падаю так назад. Я очень перепугалась, потому что... Ну, страшно. Это страшное ощущение, когда мозг тебя не слушается. Думаешь об одном, не можешь сказать это, получается. Ну, как другое совсем. Бабушка меня поддерживала. Она меня не бросала. Мы в больнице были. Она со мной в больнице лежала. Не было места. Мы спали на одной кровати. Такое даже было. Татьяна, у нас есть видео, которое мы показывали тогда на программе. Каждый день я иду на работу, на полставки. Меня сейчас перевели, пока пройдет рука. Бабушка меня проводит. Забирает, идет сына. Потом идет за мной. Бабушка за мной ухаживает. Я не могу себя обслуживать. Я работала в детской библиотеке сельской. У меня эта рука работает. Я вот так открою, например, формуляры записала. Ну, а, естественно, поделки уже ничего не сделаешь. У меня бабушке 70 лет. И она и сейчас поддерживает меня. И уже она меня не водит на работу. Вот случилось какое изменение. Я хожу сама. Спасибо. Дети приходят в очень больших количествах. И мы сидим с ними, делаем эти поделки. И я очень хочу им помочь, потому что у детей, ну, как кривенько там все. Вот. Но они мне помогают. И все. И книжечки сами уже научились брать. Все хорошо. Скажите, как сейчас себя чувствует ваш муж? Хочу сказать, что хуже ему не становится. Вот каждое воскресенье я прохожу 3 километра от нашей дома на расстоянии. И за ним мать ухаживает. А за мной же, ну, я же у бабушки живу. Вот. И я иду эти 3 километра с кормежкой в пакетике. Ванечка мне помогает, несет ее тоже. Вот. Первый раз пришла, но еще как-то вот кивал мне. Значит, Вова, привет. Ты помнишь меня? Я Таня. Он кивает, лежит. А второй раз прихожу на выходные, говорю, Вова, это Таня. Ты помнишь, я приходила? Он лежит, не кивает. Уже он не помнит меня. И это такая болезнь. Когда вот случилось трагическое событие, вы понимали, что ваш супруг не сможет окончательно выздороветь? Я и сейчас не сомневаюсь. Вы приняли решение быть рядом с мужем? Да. Правильно? Да. Вы знаете, это очень мужественный поступок. Любой мужчина хотел бы иметь рядом такую жену, как вы, верного друга, товарища. Аплодисменты вам. Спасибо. Низкий поклон вам. Спасибо. В прошлый раз была информация о том, что вашего супруга избивало трое человек. Хотя дело было возбуждено против одного человека, Дениса Павленко, который был со своей мамой в этой студии. Давайте вспомним, что они тогда говорили. Ваш сын видел, как били Владимира? Нет. Его не было при драке. Нет. Пришли обратно. Он уже был вот возле вот этого дерева. Возле вот этого. Возле этого дерева уже избитый полностью. И кровь была, и лужи. После чего я выломал палку вот с дерева, вот она обломана до сих пор. И встал ему в рот. Думал, что, мол, эпилепсик или что-то такое. Он лежал на спине. Не было мысли срочно взять человека, не знаю, на руки, как-то на машину положить и повезти в ближайший. Я, глядя на тебя, никогда бы не сказала, что ты мог бы совершить подобное. Так я и не совершал этого. А вы совершили подобное? Да как не совершал? После меня его ударил Дима. Виноват мой сын, пусть ответит. Ну пусть он ответит за свою меру. Сделал вот так, пусть ответит так. Сделал тот человек вот так, пусть ответит так. Почему мое дитё должно отвечать за всех? Почему? Сегодня у нас в студии адвокат Денисом Юрий Усатенко. Юрий, скажите, какие-то изменения произошли за эти несколько месяцев? После программы еще одного полнолетнего фигуранта данной справы была предъявлена подозра. Относно неповнолетнего было направлено в суд, до суду клопотание про застосование заходов виховного вплива. Если раньше, ну, обвинение предъявлялось одному человеку, теперь их трое. Трое. Ну, назовем так. Так они до сих пор на свободе? Да. И дело до сих пор. Ну, почему так долго тянется, я не знаю. Я знаю, что у нас в милиции поменялся уже начальник. Ну, пока они ходят так же само по селу. И рассказывают, хвалятся, что ничего им не будет. Это возмутительно вообще. Это катастрофа. Я вам больше скажу. Если бы это был ребенок, который пострадал, да, вот этот молодой человек, сын работника прокуратуры, суда, еще кого-то, они бы втроем сидели уже и не один год. К сожалению, один раз вышел эфир, благодаря один из всех, еще двоих привлекли. Что дальше? Латентная ситуация. Никто не сидит в тюрьме, никто не наказан, никто не возмещает материальный ущерб. Надеюсь, после сегодняшнего эфира, вот то, что нас слышат и услышат, не будут думать о вас, а за свое кресло побояться. Вот те люди, которые должны были это сделать. Ну, а дальше будем действовать совместно. Так сложилась ситуация, что те, кто должен был, позаботиться о вас, ну, они как-то умыли руки и постарались от вас отстраниться. Но люди, которые увидели этот проект, они, по сути, ну, взяли штурмом наш форум, посыпалось множество сообщений. За час мы получили более 600 сообщений с вопросами, как вам помочь и куда отправлять деньги. Что-то изменилось? Я хочу сказать большое спасибо, конечно, за материальную поддержку. Когда прошла ваша передача, когда вышла на экраны, значит, начались, очень много мне начало звонить. Все пытались как бы поддержать, свою историю рассказать, присылали деньги. Я во всяком случае почувствовала, что мы не одни. Насколько мне известно, сумма помощи составила порядка 70 тысяч гривен, да? Да. Да. Как-то удалось, ну, организовать быт Владимиру, лечение? Ему была куплена кровать, эпидическая, многофункциональная. Вот. Медикаменты покупаются, ну, в больших количествах, конечно. То есть эти деньги тратятся на содержание, да, вот на лечение, содержание Владимира. Скажите, Татьяна, как Ваня переносит случившееся? Ну, он ребенок. Ну, конечно, его жизнь изменилась. Когда я попала в больницу, он вообще считает, ну, как выкинутый собачонок. Это спасибо, мой брат приехал тоже и сидел с ним. Ну, а что мальчик? Ну, они за ним, конечно, смотрели. Ну, тогда ему было тяжело. Сейчас, когда я уже вернулась, я с ним уроки делаю. Танечка, скажите, а что вы говорите своему сыну? Почему в такой ситуации находитесь вы? И что происходит с его папой? Чтоб я ему не говорила, он говорит, я уже взрослый, я все понимаю, поэтому... А вы не против, если мы его пригласим? Конечно. И узнаем, как он теперь живет и на что надеется, и во что верит. Здрасте. Привет, Ваня. Проходи. Присаживайся. Как у тебя дела? Нормально. Скажи, в каком классе учишься? Второй закончил уже, в третьем. В третий класс перешел, да? Ну, уже практически большое. Хорошо учишься? Да. Какой предмет любимый? Информатика. Информатика во втором классе? Да ладно, серьезно? Да, у нас уже началось. Сейчас дети, Дима, если ты не знаешь, хотят быть компьютерными гениями в первую очередь. Как Стив Джобс. Чем увлекаешься? Ну, футболом. Футболом. Футболист, которому нравится информатика. Это очень такое интересное сочетание. Это популярно. Сейчас даже футболисты, интеллектуалы. Мама говорит, что ты, ну, помогаешь. Это правда? Да. Помогаю еду носить, когда до папы ходим. Ну, мы к нему приходим, кормим его, разговариваем с ним. Иногда говорит, да, да, да. Да, так три раза. Да. Узнает тебя? Никого не узнает. Никого не узнает? Нет. Ну, ты же понимаешь, что пока папа не выздоровел, ты единственный мужчина в семье. Ну, да. Ну, и нужно заботиться о маме, поддерживать ее. Надеешься на то, что папа поправится? Да. О чем мечтаешь? Шапон выздоровел, у нас было все хорошо. Еще хочу робота на пульте управления. Еще хочешь робота на пульте управления? Я не могу напрямую повлиять на то, чтобы твой папа выздоровел, но я думаю, что точно могу повлиять на то, чтобы в твоей жизни появился робот на пульте управления. Ну, если ты хочешь. Да? Да. Держи. Спасибо. Спасибо. Маленькая твоя мечта сбылась. Очень надеюсь на то, что в скором будущем сбудется и большая. Спасибо, что пришли. После проекта в жизни этих и многих других людей произошли разительные перемены. Именно здесь сами герои находили выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Они набрались мужества и поменяли свою жизнь. А это значит, что на это способен каждый. Мы обязательно увидимся с вами в новом сезоне на телеканале СТБ. А я буду ждать ваших историй на сайте один за всех СТБ.юа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова